Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире Первого Матичинского итоговая программа. Меня зовут Дарья Линская. И прямо сейчас вы узнаете о самых значимых темах этой недели. 14 апреля в Подмосковье стартовал месячник чистоты и благоустройства. Его цель не только навести порядок во дворах и на общественных территориях, но и привлечь к этому полезному делу как можно больше жителей региона. Начиная с этой субботы и до 14 мая включительно, в Московской области запланированы ряд мероприятий по уборке городских территорий от мусора, опиловки деревьев и посадки новых зеленых насаждений, окраски фасадов и многое другое. Всех желающих внести свою лепту в благоустройство обеспечат необходимыми инструментами и посадочным материалом. Самая массовая уборка предстоит 21 апреля, когда пройдет общеобластной субботник. По данным управления ЖКХ и благоустройства окружной администрации, принять участие в мероприятии планируют более 10 тысяч человек. На субботник приглашаются все желающие. Ждем в любой день, тогда когда жители проявят такую инициативу. И с удовольствием пойдем навстречу, и с удовольствием окажем поддержку. Мы традиционно организуем места выдачи инвентаря в управляющих организациях. Понимаю, что у нас есть крупные управляющие организации, и не всегда удобно добраться до центрального офиса. Поэтому выдача инвентаря осуществляется, как правило, в ремонтно-эксплуатационных участках, те, которые непосредственно приближены к соответствующим многоквартирным домам. А для того, чтобы жителям было проще и понятнее, для этого поставили задачу управляющим организациям провести очень оперативное информирование, куда они могут прийти за инвентарем, кому обратиться, и совместно со старшими по домам определиться с местом проведения. Если кто-то под ногами еще не видит, чем нужно заниматься, то мы подскажем, мы найдем ответственных, мы найдем талантливых, красноречивых, которые расскажут, где еще у нас есть мусор. Фактически к уборке городских территорий приступили со 2 апреля. Не дожидаясь особых распоряжений, коммунальщики в штатном режиме начали приводить город в порядок. Ждать нет смысла, ведь сошедший снег обнажал все, что насобиралось за три зимних месяца. Где-то выметают дворы, где-то моют дороги, где-то стригут деревья и кустарники. То, что мытище становится чище с каждым днем, отмечают у горожани. Еще на прошлой неделе многие жаловались, что во дворах и на детских площадках грязно, а сегодня отмечают обратное. И более того, готовы и сами помогать в наведении чистоты. По предположительным оценкам, в общеобластном субботнике примут участие полтора миллиона жителей Подмосковья. А мы узнали, многие ли мытищенцы готовы взяться за грабли. Как только снеговые горы растаяли и обнажили всю грязь и мусор, сразу определился фронт работы по чистоте и благоустройству. Поэтому уже в эти выходные Танстарт месячнику чистоты. Кругом везде грязь, сами же люди гадят, будем так говорить. Пакеты, бутылки, стаканы, все кидают, швыряют. Естественно, конечно, сами за собой должны убирать. Это было еще и в наши времена, мы еще, я вот ребенком была, мы выходили и возле школы, возле домов убирали, чтобы чисто было. Пришла весна, все, вылезло, весь мусор, который люди за зиму набросали, обязательно нужно убрать, чтобы было чисто, и чтобы нам самим было приятно ходить и вообще существовать в нашем городе. Уже завтра большинство горожан выйдут на уборку своих дворов. Ведь пейзаж после зимы портит не только вид из окна, но и настроение. Полисаднички все убираются, чистятся. Цветы высаживают? Да, всегда. В дворе у нас детская площадка, жильцы выходят, потому что там их дети гуляют, но часто сидим там на лавочках, все помогают. После зимы чистят песок на детских площадках, кусты подрезают все, красят, скамеечки. Порядок будет наводиться повсеместно. И несмотря на то, что самый массовый субботник в Подмосковье запланирован на 21 апреля, мы, тищенцы, решили приступить к уборке уже в эти выходные, чтобы к долгожданным майским праздникам наш округ был образцом чистоты и порядка. Мы на работе все будем выходить, всем коллективом обязательно. А с детишками я выхожу возле дома, убираю. Мы тоже пойдем с моим молодым человеком на субботник. Нас отработаем, нас призывают, и мы с удовольствием пойдем. Субботник – дело добровольное, бесплатное и во внеурочное время, но и всех опрошенных жителей округа. Никто не собирается всю ответственность за чистоту полностью перекладывать на ЖКХ и управляющей компании. Кто ссорит? Сами ссорим, сами убираем. Убирают все вокруг дома. Вокруг дома площадку. У нас убирают, и все выходят тоже так же с дома. Я думаю, и те, и другие совместно. Конечно, это больше обязанность ЖКХ, но в том числе, если каждый постарается чуть-чуть, то... То будет чисто и красиво. И беречь этот порядок у многих войдет в привычку. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Так всегда и было. Все вместе выходили на уборку, берегли чужой труд и заботились о порядке. Своим примером воспитывали детей. Многие, вспоминая лучшие советские традиции, до сих пор собираются у себя во дворе на общественный и полезный труд и долгожданное общение. Все собрались двором, весело. Люди друг друга знают. А так сейчас, что это за жизнь такая? Никто ничего не знает, даже соседи не знают, кто у тебя живут-то. И тратится, хорошо? Спасибо большое. Вот советское время было хорошо, вот это красотища. Весело, все собрались, с метлами убрались, вечером посидели, отдохнули. Красота. Начало доброму делу дано. Все, что не успеют убрать в эти выходные, продолжат в следующие, во время проведения общеобластного субботника. Дворы, парк, скверы, территорию школ, детских садов и медучреждений будут радовать первоцветами и порядком. Всего запланировано 12 видов работ, которые помогут после зимы сделать чистыми и красивыми города Подмосковья. Необходимым инвентарем и посадочным материалом всех обеспечат. Нужно только хорошее настроение и желание самим делать свой город лучше. Параллельно с наведением чистоты и порядка в округе начался и ремонт дорог. После зимы состояние дорожного покрытия не везде сохранилось в достойном виде. А кое-где, например, на улице Угольной, как всегда, разлилась большая вода. Впрочем, как оказалось, стихийное бедствие продолжалось недолго. Уже на этой неделе дорожники оценили масштаб предстоящих работ и в ближайшее время возьмутся за дело. Какие меры предпринимаются и когда завершатся работы, расскажет Жанна Оловянникова. Она накануне объехала основные матищинские магистрали и обозначила слабые места. Ямы, заплатки, улица Угольная сегодня выглядит нерадостно. Но это ее состояние еще не самое показательное, говорят автомобилисты. После сильных снегопадов или дождей дорогу часто затапливают. На трассе образуется болото, которое скрывает выбоины. Езда по этой магистрали для многих автолюбителей уже обернулась серьезными счетами из автосервисов. Каждый день там езжу и не хочу туда ездить больше. Очень дорога плохая. Много разбитого асфальта, ямы, провалы. Угольная и лидеры рейтинга жалоб жителей города на портале Добродел. Люди услышали, дорогу ждет модернизация. Начало работ 16 апреля. Будет демонтировано старое основание и приведено в нормативное соответствие. Будет выполнена песчаная подушка, щебеночное основание и уложено два слоя асфальта. С новой разметкой и приведением в нормативное состояние. С установкой дорожных знаков с уличным освещением. Кроме того, дорожное полотно поднимут на полметра и построят ливневую канализацию. Во время проведения работ будет закрыт для движения участок от Пироговского шоссе до филиала МОЗ «Облэнерго». Работа будет производиться внутри этого участка. Информационные знаки в соответствии с постановлением главы от 9 апреля, они уже на сегодняшний момент стоят. Подрядчики определены. Уже в понедельник дорогу перекроют железобетонными блоками. Транспорт пустят через улицу Силикатную. Модернизацию планируют завершить к 1 августа. Тем временем коммунальщики запасаются новой техникой и обновляют автопарк. На этой неделе акционерное общество «Водоканал Мытищи» для нужд предприятия приобрело 3 специализированные машины для бригад, работающих с канализационными и промывочными сетями. Событие-то важное и значимое. Ведь современное оборудование напрямую сказывается как на скорости и качестве выполняемых работ. И в конечном итоге на потребителях, то есть на нас с вами. Алла Сталаева продолжит. Она побывала на предприятии и оценила новую технику. Сергей Загородников работает на Мытищинском водоканале водителем. В его деле главное – хорошая машина. Поэтому он с удовольствием показывает свой новый транспорт. Вот у нас стоит установка для промывки. Две передвижные мастерские для работников и одна каналопромывочная машина для канализационных сетей. Это новая спецтехника, закупленная предприятием «Водоканал Мытищи», которая позволит повысить скорость работы, а значит и устранение аварийных ситуаций будет происходить гораздо быстрее. Есть такие машины небольшие, во дворы не заешь. Вы сами знаете, во дворах машина есть справа и слева, есть КАМАЗ, там тоже с установкой. А то и трудно. Но эта машина поменьше. Вроде бы для этого взять машину, чтобы во дворах спокойно можно заехать. Работа у водителей такого транспорта непростая. Постоянные выезды на место, промывка и откачка загрязненных сетей. Поэтому, помимо опытного мастера, наличие современного оборудования необходимо. Пока специалисты натирают до блеска свои новые машины, административный отдел распределяет график работ. Это круглосуточное использование, закреплены уже за бригадами все техники, все знают, и в ближайшее время мы пускаем это уже в работу. Закупка новой техники для предприятия – значимое событие. В условиях расширения территории, закрепленной для обслуживания водоканалом, специализированное оснащение имеет значимую роль. С учетом того, что к нам сейчас пришло новое, скажем так, бывшее сельское поселение Федоскинское, тоже сейчас у нас в обслуживании, техника дополнительно нужна. Экскаваторы нужны, самосвалы. То есть, планируем расширяться, конечно, но все со временем. По вызовам новую технику направят уже в ближайшие дни. Такие современные машины, уверены на предприятии, сделают работу сотрудников водоканала еще более качественной и быстрой. Вторая значимая тема этой недели – День космонавтики. 12 апреля 1961 года первый человек полетел в космос. И самое главное, что это был советский человек, имя которого на века закрепилось в сознании людей всего мира. Накануне праздника наш корреспондент Сергей Бердин посетил ведущее предприятие ракетно-строительной отрасли нашей страны – Корпорацию «Энергия». С ней связаны главные прорывные достижения за всю историю освоения космоса. В этой огромной работе принимали участие и мытищинцы. А сегодня традиции отцов предстоит продолжать молодым. Внушительная делегация общественной палаты городского округа Мытищи, отдела развития туризма и творческих программ, краеведов, журналистов в преддверии для космонавтики посетили святая святых нашей космической истории – музей космической техники Корпорации «Энергия». То, о чем мы слышали с детства, об удивительной эре прорыва в космос, здесь до сих пор сохраняют энергетику тех поистине героических дней более чем полувековой истории. Эти обугленные шары – реальные спускаемые аппараты первых восходов и союзов. На них возвращались на землю и Юрий Гагарин, и Герман Титов, и Валентина Терешкова, и Алексей Леонов. Вот автограф Алексея Леонова и Валерия Кубасова на закопченном корпусе корабля «Союз-19». Главное слово – спасибо. Спасибо создателям корабля за безотказную и надежную технику. На этом корабле впервые в истории в июле 1975 года была проведена стыковка с американским Аполлоном. Какой огромный путь прошла космонавтика за эти десятилетия. Вот первые спутники. Их называли простейшими. А вот первые космические станции. Несколько тонн датчиков измерительной и передающей аппаратуры. Сегодня все это поместилось бы в небольшой кейс. Какой прогресс. Может и успехи сегодня в космосе столь же впечатляющие. Однако, когда подходишь к таким грандиозным машинам, спрашиваешь себя, а они-то когда были сделаны? Даже трудно себе представить, но вот этот космический дом, а это самый настоящий дом, длиною в девятиэтажный земной дом, долгие годы парил в космосе. Это и есть легендарная станция «Мир». Орбитальная станция «Мир» вышла на орбиту в феврале 1986 года. Провела в космосе пять с половиной тысяч суток. И большую часть времени была обитаема. Здесь побывали 104 космонавта. Они жили в этих отсеках от нескольких недель до многих месяцев. Более года, 437 суток провел здесь Владимир Поляков. Это мировой рекорд пребывания в одном полете в космосе. Есть такое парадоксальное выражение «назад в будущее». Но оно вспоминается как раз здесь, когда мы видим, чего добились наши отцы и деды в космосе 50-60 лет назад. И что они завещали нам. И что предстоит нам осваивать в космосе. Глядя на сегодняшние технические чудеса, спрашиваешь себя, почему мы еще не на Марсе? Или современная техника не способна на это? Тогда каким же надо было обладать дерзновением, какой смелостью, чтобы 60 лет назад строить реальные планы высадки на Луну? Это рабочий кабинет Сергея Павловича Королева. Это не фантастическая открытка. Это реальная схема. На столе нет компьютеров. Все рассчитывается на логарифмической линейке. Но космические аппараты Королева и его соратников долетели до Луны, доставили оттуда грунт, передали информацию слуноходов. А сегодня никто туда не спешит. Странно. В музей приходит немало молодежи. Грех не спросить, что они знают и думают о космосе. В моем-то детстве все хотели быть космонавтами. Кто-нибудь как-нибудь собирается связывать с космосом, с авиацией? Нет. Я... Ну вот скажите, вообще вас привлекают работать на освоение космоса? Нет. Ну, да. Немножко. Инженерское. Прикольно. Немножко? А как, вот в каком роде? Вот быть космонавтом или инженером? Инженером. Это достаточно сложно, там, работать в космосе. То есть вы не хотите рисковать? Хотите на Луну? Да. Может быть. Нет. Конечно, я далек от мысли, что новомодные увлечения должны охватывать всех. А космос, как нам говорят, тогда был модой. Как, например, увлечение новыми айфонами сегодня. Конечно, модный ажиотаж – это отличный рекламный ход для торговли. Но разве прорыв в космос, его освоение – это торговый бренд? Очнитесь. Это судьба огромной страны. На зависть разбухшим от богатства странам, которые до сих пор не могут ничего подобного. Увы, мы тоже уже 30 лет топчемся на месте. Но нас ждет новый большой прорыв. Именно здесь, в корпорации «Энергия», разрабатывается новый ракетоноситель и космический модуль, способный достигнуть Луны. И уже через 5 лет. Надеемся и ждем. Это наша история, это наша гордость. И я считаю, что сейчас как-то в последнее время интерес немножко к теме ослаб. Но хотелось бы, чтобы наша молодежь воспитывалась вот в этих традициях и приходила сюда, наверное, какая энергия работает, чтобы создавать новые космические корабли. Кстати, корпорация «Энергия» приглашает абитуриентов для поступления в ведущие технические вузы страны по целевому направлению. Для мытищенцев зарезервировано 200 вакантных мест. Дерзайте и продолжайте строить большой путь в космос. В четверг наша съемочная группа побывала в Звездном городке. Вместе с воспитанниками военно-исторического клуба «Штандарт» наш корреспондент Алла Сталаева встретилась с кандидатом в космонавты, который, возможно, уже в ближайшее время полетит на орбиту, поучаствовала в квесте и узнала много нового интересного о космической отрасли. В экскурсии участвовали юные жители региона из всех муниципалитетов Подмосковья. Столь массовая экскурсия в таком формате состоялась впервые. Подробности в нашем следующем материале. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый в мире полет в космос. Всего за 90 минут космонавт облетел планету Земля и преодолел расстояние в 41 тысячу километров. Таким образом, СССР выиграл космическую гонку с США. Инициативой «Вспомнить» это значимый для нашей страны день выступили волонтеры Победы Московской области вместе с ребятами Движения Юнармия. В «Звездный городок» приехала молодежь со всего региона. В актовом зале состоялось торжественное открытие встречи и слова Юрия Алексеевича стали символичным началом праздника. Поехали! День космонавтики объединил сегодня молодежь из 48 городов Московской области. Большинство ребят в «Звездном» впервые. Вы находитесь в месте, где все пропитано духом космонавтики, где живут и работают космонавты, где живут и работают люди, которые готовят космонавтов, те люди, которые переживают каждый день за ситуацией на орбите, следят ее расположение, смотрят фотографии и переписываются с космонавтами во всех возможных социальных сетях. Среди участников праздника и ребята из городского округа Мытищи. Они, как и все остальные, прониклись духом космонавтики, а возможно и представили себя в роли покорителей космических простор. Я впервые в «Звездном городке». Мне очень понравилась атмосфера этого города. Достаточно уютное место, в котором приятно находиться. Масштабное такое мероприятие. Нам повезло, нам посчастливилось, что мы попали на такое мероприятие. Мы здесь подружимся со многими юноармейцами, которые прибыли со всего региона. Многие знакомые лица вижу, многих командиров. И это приятно. К празднованию присоединилась министр Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Она обратилась к ребятам с напутственным словом и отметила, как важно знать и гордиться историей своей страны. Мне кажется, надо идти дальше, развиваться, делать более интересные квесты, давать возможности ребятам все больше и больше на кончиках пальцев почувствовать, что такое любовь к родине, что такое космос и то, чем мы гордимся. Это очень важный момент. И я надеюсь, что с каждым годом мы будем втягивать большое количество наукоградов в эту историю. Потому что пусть там не живут все космонавты, как повезло сильно Звездному городку, Чкаловску и так далее, но они имеют большое отношение к освоению космоса, к нашим военным победам. Что самое интересное для ребят на этой встрече? Конечно, пообщаться с космонавтом. Иван Вагнер ответил на интересующую молодежь вопросы, а именно рассказал, чем моются космонавты на станции, что едят, как борются с психологической нагрузкой и как взаимодействуют с космонавтами других стран. Это тема, которая может же объединять, это тема, которая может на мирных началах объединять даже разные страны. Не взирая сейчас на международную политику, все-таки станция у нас международная космическая, и все страны там работают вместе, дружно, и мы работаем там одной командой. То есть я считаю, что надо, надо ребят этим заинтересовать. Я думаю, кто-нибудь из них тоже решит пойти по этой дороге. Специально к празднику волонтеры Победы подготовили для участников увлекательный квест под названием «Станция Мир». Почему выбрали именно тему станции Мир? Потому что это была, во-первых, первая космическая станция. Это станция с огромной историей. Это станция с огромными победами. Победами не только России, но и всего мира. Легенда и задания квеста основаны на историях, рассказанных героями-космонавтами. Ребятам нужно было продемонстрировать свои знания, ловкость и умения. Преодолеть предстояло шесть этапов квеста. Время пошло. Да, рукавица. Если упала какая-то деталь, вы ее поднимаете прямо в рукавицу. В этом задании нужно было закрыть пробоину космической станции, в перчатках закрутить болты и устранить неполадку. Конечно, у ребят не было условий невесомости, но к таким нагрузкам допускают только профессионалов. А здесь команды должны были собрать саму станцию Мир. Из подручных материалов, конечно. Данный этап называется «Базовый блок». Это большая емкость водой для устойчивости, а это сам стыковочный узел. Команде за восемь минут необходимо пристыковать четыре модуля. У этой команды осталось всего две минуты. Более 550 участников квеста представляли себя первопроходцами космоса. Ребята погрузились в атмосферу неизведанного, но безумно интересного. Подобные мероприятия только помогают молодому поколению в изучении истории России и подвигов ее героев. День космонавтики для меня очень много значит. У меня были предки-космонавты тоже. И это великий день, когда наша страна покорила космос. Тема космоса мы обсуждаем различных героев-космонавтов Советского Союза. Ну, это, на самом деле, Гагарин, потом Титов. Вот. Ну, что-то в этом роде. Очень любим разговаривать про летчиков-испытателей, про самолеты, которых они испытывают. Праздник такого масштаба для активистов молодежных движений в «Звездном городке» состоялся впервые. Наверняка этот день останется в их памяти надолго, ведь они соприкоснулись с историей своей Родины и космическими победами. А, возможно, кто-то из ребят сам захочет стать тем самым героем, настоящим космонавтом. О космосе на этой неделе говорили в детских садах, школах, досуговых центрах, учреждениях культуры и библиотеках. На днях обладательница Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина, автор книги «Котенок в космосе» и множество других произведений, встретилась с учениками одной из мытищинских школ. Оказалось, благодаря писательнице Юлии Лаврящиной в космосе побывал обыкновенный дворовый котенок, а вместе с ним и ее маленькие читатели. Выступление Юлии Лаврящиной детям понравилось не меньше, чем ее книги. От встречи с писательницей в восторге и наш корреспондент Надежда Трифонова. Ей слово. Оказывается, кошка действительно была в космосе. Ее отправили туда французы, когда эра космонавтики только начиналась. Но опыт закончился ничем. Нет, капсула с кошкой благополучно приземлилась. Вот только усатая полосатая не далась в руки ученым и убежала. Совсем иначе сложилась история, которую пережил котенок писательницы Юлии Лаврящиной. И где это я вообще головой завертел и увидел сначала тех странных космонавтов, что болтались в воздухе. Потом маленький экран. Только через него теперь тот зал было видно, где все дети остались. И моя Настя. А они меня не замечали. Я все четыре лапы растопырил, кричу. Настя! А тут страшный голос говорит. Сеанс связи с космической станцией окончен. До завтра. Отрывок из книги «Котенок в космосе», а также других детских произведений, их автор прочитала мытищинским школьникам во время встречи, которая состоялась в Центральной детской библиотеке. Подобные мероприятия библиотекари организуют регулярно. Так дети могут с головой окунуться в мир литературы, увлечься той или иной историей, хотя бы на время отложив в сторону гаджеты. Например, в этот раз писательница не только познакомила ребят со своими произведениями. Она играла с ними в интеллектуальные игры и, что особенно интересно читателю, рассказала о том, какие события предшествовали описанным в книгах историям. Об этом школьники точно нигде прочесть не смогут. Все буквально, что происходит вокруг. Вот котенка взяли домой, и он стал героем фантастической повести, да не одной даже. Хотя, в целом, конечно, истории таких, о которых я рассказываю, не происходило в действительности. Это все игра воображения. Но вот отдельные случаи, какие-то происходящие со знакомыми, с нашей семьей, они в тех или иных книгах встречаются. Юлия Лаврящина написала более 40 книг. Часть из них для взрослых. Первой книгой для детей, точнее, для подростков, стала «Улитка в тарелке». За это произведение писательница была награждена Международной детской литературной премией имени Владислава Крапивина. Первые годы я вообще писала только для взрослых читателей. У меня вышло довольно много книг. А потом вот наш сын достиг возраста такого подросткового, и он был замечательным читателем, который очень любил книги. И мне захотелось его тоже заполучить в читателе. Я вот тогда попробовала впервые написать для подростков. И вот как раз родилась пояс улитка в тарелке, которая стала моей, в общем-то, визитной карточкой. Теперь, признается Юлия Лаврящина, она с огромным удовольствием пишет для маленьких читателей. И дети отвечают ей взаимностью. Мы, тищенские школьники, когда встреча завершилась, выстроились в очередь, чтобы поставить на свой экземпляр книги автограф ее автора. Сначала я очень хотела взять «Котенок в космосе», но когда услышала, что ее нет, я очень огорчилась. Но вот то, что есть вторая книжка, я решила, что все-таки возьму, потому что вообще интересная история про этого котенка и интересные сами книги. Неудивительно, ведь на первый взгляд смешные книги, написанные Юлией Лаврящиной, рассказывают об общечеловеческих ценностях, исторических фактах, словом, объясняют доступным языком то, что так интересно маленьким читателям. А в пятой школе на этой неделе устроили интернет-встречу. С кем? Школьниками из Чехии. Учащиеся этого образовательного учреждения по скайпу пообщались со сверстниками из города Попротима Нимбурка. Кстати, уже в следующие выходные мы, тищенские школьники, встретятся вживую. А пока расскажем подробности интернет-общения и что же общего у молодежи двух стран. Благодаря побратимским связям нашего округа у мытищенских школьников есть возможность общаться со своими иностранными сверстниками. Образовательному обмену мытищи Нимбург чешскому городку неподалеку от Праги уже три года. Не так давно нимбургские школьники знакомились с русской культурой, жили в мытищенских семьях и следили за уроками в пятой школе. Теперь пришел черед ответного визита. А пока идет подготовка к поездке в Чехию, школьники общаются по скайпу. Сейчас идет праздничная пасхальная неделя и русскими традициями отмечать Пасху школьники поделились с иностранными сверстниками. Вообще о праздниках и традициях говорили много. Интересно ребятам было узнать и об особенностях в системе образования, а также определились ли чешские школьники с будущими профессиями. Серьезность мытищенцев тоже не вызывает никаких сомнений. Старшеклассники уже серьезно обдумывают свое призвание, а некоторые даже определились с выбором специальности. Я хочу стать телеведущим или актером или музыкантом. Я хочу стать бизнесменом. Я хочу работать в сфере биологии. Я хочу работать в полиции. Я хочу стать пилотом гражданской авиации. Языкового барьера в общении у ребят нет. На английском и на русском обсуждают они национальные традиции, юношеские интересы и увлечения. Я думаю, что перспектива общения их подталкивает к обучению. В этот раз дети наши уже сами полностью готовили все ответы. Без моего руководства. Поэтому мы просто дали задание, они сами все готовили. Как всегда это, конечно, волнительно. Каждый раз как будто по-новому что-то новое узнаем. Конечно, у всех все по-разному и хочется поближе пообщаться. И такая возможность, но уже живого общения, представится у них раньше, чем через две недели. Принимать нас будет мэр, как обещали. И школа, конечно, которая выслала приглашение. Мы планируем долгую с ними связь, плодотворную. У нас были ребята из Чехии, очень им понравилось. И наши девчонки тоже уже готовятся, все в предвкушении. Мы тоже в предвкушении. Очень хотим посмотреть, что же это такая замечательная страна. Проживать ребята будут в чешских семьях. Такой же гостеприимный прием оказывали и мы. Такое общение в неформальной обстановке позволяет лучше узнать о национальном укладе страны. А главное – подружиться. Как это произошло у Алины. И теперь ее чешская подруга с нетерпением ждет девушку в гости. Мы с ней переписываемся иногда. Она сейчас меня ждет, она мне присылает фотографии, говорит, моя семья тебя уже ждет. Почти неделя будет у мытичинской делегации для того, чтобы, что называется, объять необъятное. Познакомиться с достопримечательностями дружественного города, посмотреть, как проходят занятия в чешских школах, полакомиться национальными блюдами, рассказать о своей стране, а главное – вдоволь пообщаться с чешскими сверстниками. Я хочу найти друга из другой страны. Это был бы для меня большой опыт, потому что я хочу стать учительницей английского и я хочу развивать свой язык. У мытичинских подростков много друзей в соседних городах и странах. Они с большим интересом лично узнают, как устроена школьная жизнь в Болгарии, Германии, Польше, в планах на ближайшее будущее образовательный обмен с Италией и путешествия по нашей бескрайней стране, в город нефтехимиков, Ангарск. А еще наша молодежь продолжает удивлять знаниями и доказывать, что она самая образованная и всесторонне развитая. Не верите? Смотрите сами. Во время интеллектуального шоу «Ворошиловский стрелок», которое состоялось во Дворце молодежи, команды школ в прямом смысле слова стреляли ответами в противников, еще раз подтверждая свой высокий уровень знаний. Уже в седьмой раз в Дворце молодежи проходит конкурс под названием «Ворошиловский стрелок». Здесь вместо настоящего оружия – знания, а пули, то есть правильные ответы, летят прямо в соперников, выбивая каждого по очереди и строя. Как звали сестру князя Балконского? Княжна Балконского. Абсолютно правильно. Конкурс проходит в трех категориях – школы, СУЗы и ВУЗы. На этот раз в игре приняли участие старшеклассники. Ребятам задавали вопросы по разным категориям – цитаты из фильмов «Птицы, города, живопись». Мы приезжали сюда, кажется, зимой, участвовали в Кубке школьников, как и сейчас, и нам здесь очень понравилось, потому что это очень интересный опыт. Именно формат игры очень интересный, поэтому мы бы с удовольствием приняли участие еще раз. Интересные, скорее всего, темы. В прошлом году была тема «Кончается на биг». Про птиц тоже интересные истории различные. Я программист. На тему информатики, наверное, мне было бы интереснее. По итогам игры третье место заняла команда лицея номер 15. Второй у гимназии номер 16. И победителем интеллектуального шоу «Ворошиловский стрелок» стала команда 27-й школы. Призеры были награждены дипломами, кубками и сертификатами на приобретение книг. Организаторы не останавливаются на достигнутом и проведут следующую игру уже на этой неделе. 11 апреля в Российском университете кооперации будут соревноваться именно студенты Российского университета кооперации друг против другом на немножко более другую тему, которая посвящена исключительно жизни и творчеству Максима Горького. Это тоже очень интересный эксперимент. Обычно не существует каких-то острых граней, но мы решили тоже попробовать. И подготовлено порядка 150-170 вопросов исключительно про Максима Горького. Посмотрим, как это будет. Это очень сложно. И еще о таланте. Теперь творческом. Более 500 молодых людей, выбравших сценическое искусство в качестве хобби или даже будущей профессии, три дня штурмовали Центр культуры и досуга Марфина. Во второй раз, пожалуй, самая современная творческая площадка городского округа Мутищи стала и домом, и мастерской, и взлетной полосой для участников фестиваля-конкурса «Театральный город». Надежда Трифонова расскажет, как это было. О них нельзя сказать начинающие. Многие, несмотря на юный возраст, уже сумели добиться определенных успехов. Фестиваль-конкурс «Театральный город» – очередная взлетная полоса для тех, кто хочет сделать творчество делом своей жизни. Мечтаешь актрисой быть? Звездой. Обязательно. Как кто? На кого ты равняешься? Кто твой кумир? Лолита. Вика Трофимова, жительница деревни Протасова, только постигает азы театрального искусства. На фестивальной сцене она прочтет два произведения. Басню Ивана Крылова «Слон и моська» и стихотворение Игоря Шефирана «Журавленок». Я буду рассказывать басню «Мартышка и очки» и стих у папы «Экзамен». Не жаль, ты тоже хочешь быть актрисой? Нет. Не хочешь? Просто мне нравится. Стихи читать тебе нравятся? Да. Алина Авраменко, жительница деревни Славино, тоже выступает в номинации «Художественное слово». Пусть девочка не мечтает стать артисткой, зато здесь она нашла новых друзей и обрела уверенность в себе. Я знаю, что я буду лучше всех. Лучших? Жюри, которое возглавил актер театра и кино Иван Маховиков, предстояло выбрать в четырех возрастных категориях и шести номинациях. Вокал, театры, художественное слово, литературный театр, хореографические коллективы и инструментальное исполнительство. Вот, например, только что закончился очередной спектакль. Эксперты нашли свободный угол, устроились поудобнее, обсуждают увиденное. Уровень хороший. Вообще, уровень самого фестиваля очень хороший, очень высокий. Поэтому, собственно, мы сюда и пришли помогать. Несмотря на то, что, в общем-то, дети, которые только учатся играть. Ну, им и надо на чем-то учиться. Где они еще будут обмениваться опытом? Только на фестивалях. Он сидел передо мной такой шоколадный, но облезлый. И у него были разные глаза. Надо заметить, ни одно помещение Центра культуры и досуга Марфина последние три дня минувшей недели не пустовало. Еще бы! Более ста творческих коллективов, а это свыше 500 школьников и студентов, приехали из разных муниципалитетов Подмосковья на фестиваль «Конкурс Театральный город». Этот фестиваль подружил многие, не только коллективы, но и города. И особенность в том, что у нас каждый день мы проводим различные мастер-классы, приглашаем очень известных педагогов. И дети могут не только поучаствовать в фестивале, показать свое мастерство и свои постановки или свои танцевальные номера, но они могут научиться чему-то новому. И так, пока одни готовились к выступлению или блистали на сцене, другие учились. Например, за этой дверью идет урок хореографии. Руководитель театральной мастерской «ЛАП» Илья Подчизерцев объясняет участникам мастер-класса, как перейти на «ты» со своим телом. Через игру все, потому что это очень важно, относиться ко всему не как заданность, а через игру. Тем самым участник мастер-класса так больше понимает и начинает слышать и чувствовать свое тело, и как можно создавать любой танец без надобности какой-то там застройки, да, вот этой технической, чтобы это было живое. Эта встреча была пятой по счету. И дважды участников фестиваля конкурса «Театральный город» приветствовали на мытищинской земле. И, судя по отзывам, довольны были и организаторы мероприятия, и победители, и те, кто в этот раз уехал без наград. И напоследок о новостях спорта. На этой неделе стартовал 25-й юбилейный турнир «Кубок дружбы». У этих соревнований уже своя многолетняя история. Футболисты-любители разных возрастов с усердием готовятся к играм, которые, как правило, проходят в конце учебного года. С каждым разом команд-участниц становится все больше и больше. Не прочь взять приз и ветераны мини-футбола. От этого матча становятся интересными. Вот и этой весной первая встреча стала сюрпризом и для спортсменов, и для зрителей. Первая игра 25-го юбилейного турнира «Кубок дружбы». На поле спортивного комплекса «Дружба» – футбольные команды «Кваквапарк» и «Остров». И те, и другие – ветераны этих соревнований. Так что игра идет напряженная. Очень многие играют, наверное, уже пятый или шестой раз в этом турнире. Остров некоторые до, наверное, самого начала, с 2003 года. То есть тут опытные игроки, можно сказать так, опытные игроки, но они не профессионалы. У «Квакова парка» все же инструктора, они более такие ребята, которые в институтах учатся, более профессиональные команды. Но в этом случае Андрей Налогин не берется давать точный прогноз. Этой весной за победу будут сражаться 8 взрослых и 9 детских команд. Среди взрослых – два новичка – спортсмены «Смайла» и 28-й школы. Тем лучше, говорит организатор и главный судья соревнований. Значит, фаворита не определить, и битва окрасится новыми яркими красками. Пусть победит тот, кто больше всего этого заслуживает. И вот, пожалуйста, команды, которым в этом году выпало первыми встретиться на спортивном поле, преподнесли зрителям сюрприз. Спортсмены «Острова» – одни из лидеров турнира «Кубок дружбы» отдают победу соперникам-спортсменам «Квакова парка». Все-таки Андрей Налогин – старый волк – не ошибся с прогнозом. Никакая победа легко не дается. Любая игра – это всегда старание команды целиком и полностью. То есть каждый игрок выкладывается на полную, каждый игрок показывает, что он может, что он хочет и что он делает. Было тяжело, и гол, и 1-1 счет в начале, а потом как-то вроде пошло, счет дошел до крупного, и нам удалось удержать этот крупный счет. Первый матч закончился только подумать. Со счетом 7-4 проигравшие расстроены, но не отчаиваются. Конечно, расстроены поражением. Нет сыгранности пока с командой, но будем наигрывать. Так что это пока только начало, будем свои брать очки в дальнейшем. Следующая игра для команды «Остров» состоится 16 апреля в понедельник. Их ждет встреча со спортсменами «Дружбы». На следующей неделе также стартуют детские команды. Будем следить за развитием событий. Таковы были главные события уходящих 7 дней. Увидимся в следующую субботу в 20.45. Команда «Первого Матищинского» работает для вас. Продолжение следует...